Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим разрушающиеся объекты. Для того, чтобы запилить в этой игре разрушающие объекты, надо ввести сначала static mesh, который мы будем разрушать. В данном случае это я сделал вазу, очень большую. Вот мы ее попробуем разрушить. Давайте ее перенесем сюда. Для того, чтобы ее разрушить, надо нажать правой клайшей и выбрать Distractable mesh, но его у нас нет. Его надо включить сначала. Для этого мы идем в Edit, Plugins, переключаем built-in и ищем Apex Destruction. Включаем его. Перезагружаем. Получается наша наш проект перезагружается. И мы, по сути, должны сейчас создать. Вот. Нажимаем на наш mesh и выбираем Create Distractable mesh. Ок. У нас он в темноте где-то спрятался. Мы его выбрали. Здесь есть такие позиции. Сеттингс настройки и Fractal settings. Во-первых, здесь мы выбираем количество частей, которых будет разрушено, так скажем. Давайте много не будем набирать, потому что это будет долго по времени. Здесь есть различные материалы по размерам и так далее. По углу. Здесь, конечно, надо прям четко сидеть и смотреть, что за что будет отвечать. Здесь у нас максимальное количество дамага и так далее. Но Impact Damage нам обязательно нужен. Мы, как говорится, по нему будем ударять. Какие-то другие предметы должны будет с ним взаимодействовать. Ну и, соответственно, Resistance мы тоже включим. Здесь есть такие же настройки, как мусор, минимальное количество времени, максимальное количество времени и всякие, всякие различные штуковины, которые, в принципе, необходимо делать под ваш проект все-таки. Так. И давайте аккумулировать дамаг тоже желательно поставить. Допустим, если вы хотите, чтобы он через какое-то время разрушился через 2-3 удара, допустим, каких-то определенных, вы ставите галочку и запускаете. Фрактура Mesh. Это у нас сейчас идет разделение. Что плохо, здесь не показывает процентное соотношение, сколько он разделил. Ну, в принципе, Expo Amount у нас 0.1. Сейчас появятся трещины. Если было бы нуле, мы бы не увидели. Ну, по сути, как кнопочка у нас погаснет, у нас будет разделение ваза. Все. То есть здесь мы можем посмотреть, на какие примерные части разрушится наш Mesh. Окей. Сохраняем. Можно, по сути, прямо сейчас и кидать, да? То есть все. Мы кинули его на нашу карту. Вот он верхний. Первый у нас не будет рушиться, потому что он неразрушаемый. А второй будет рушиться от нашего удара. В данном случае просто коллизия нашего персонажа, так скажем, повреждает. И здесь, видите, вот чем меньше количество, тем разрезание данных частей просто убогое. Вот здесь я сейчас не могу запрыгнуть, потому что... Вот, видите, я летаю. То есть он тут просто прямо нарезал жутко. То есть если вы хотите, чтобы эти детальки, так скажем, разрушаемые были прям тоненькие-тоненькие, как говорится, в зависимости от количества стенок, точнее от толщины стенок, то надо больше деталей разрушения делать. Так, но нам же надо не только, чтобы мы могли разрушать данный предмет, ну и, допустим, мы хотели бы подбирать его и так далее, да? Для этого нам, по сути, нужен создавать актор, да? Blueprint Class, actor. Допустим, назовем его ваза. Ну да, я не могу назвать, потому что у нас ваза уже есть. Так, заходим в Blueprint. DistractorableMesh у нас только лишь для того, чтобы разбиваться образом. Все, здесь ничего нельзя сделать и нельзя никакие на него повесить функции и так далее. Соответственно, нам нужен actor. Чтобы этот объект сюда поместить, нам надо найти Distractable. По сути, это все. Вот эта часть у нас является, да? Вот сейчас давайте поставим его сюда. Так, мы выбрали Distractable. Выбираем наш Mesh разрушаемый и вставляем сюда. Все. Element 0, материал, это у нас материал, который снаружи. Если мы вот сейчас, в принципе, его запустим. Так, у нас единица единица. Давайте меньше сделаем. 0,3 какой-нибудь. Скомпилируем, сохраним. И поставим наш вектор на карту. Теперь, видите, разрушение произошло. И получается, что коллизийно он, конечно, багованный будет. Надо как-то будет с этим решать. Но это уже, в принципе, относительные проблемы. Кстати, если есть интерес, есть такая штуковина, как замедление времени. Допустим, представим, что здесь не какая-нибудь ваза, а находится дом. И вы хотите сделать какой-нибудь полет камеры, которая будет прям показывать разрушение дома. Здесь есть такой параметр скорость разрушения и так далее. Мы можем немножко поковырять ее. Давайте, допустим, поставим единичку. И посмотрим, сохраним, посмотрим, как это делается. А здесь увеличим до единицы. Для того, чтобы он был большой. Во! Вот, шикарно! Видите, да? Плавное замедление. Так скажем, разрушение. Представьте, здесь здание, да? И, допустим, какая-то камера летит. Может быть, что-то, ну... Съемочка, допустим, падает крыша, падает еще что-то. Ну, в принципе, прикольно, да? Вот сейчас она, кстати, замерзла, потому что прям скопление коллизий и она, соответственно, прям уселась на коллизии. Вон, видите, верхний прям висит. И вот так вот. Ну, можно немножко увеличить, так скажем, разброс и так далее. Ну, на этом, друзья, все. В принципе, самое интересное я вам показал. Здесь вы можете прописывать все, что угодно. Допустим, давайте поставим какую-нибудь бокс-коллизию. Выставим ее где-нибудь рядом. И, допустим, напишем на ней какие-то, да? Ну, просто printString для того, чтобы определить, что у нас проходит данное это. Так, давайте бокс-бокс сделаем видным в игре, чтобы мы его видели. Так, вот наш бокс. Слишком далеко. Точнее, слишком близко к нашему. Вот. Окей. Что-то не проходит. Скорее всего, я не прописал, да? Ну, соответственно, да. Cast, 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 cast to my player. Ну, и попробуем что-нибудь подать ему. Ааа, тоже не работает. Ну ладно. Подождите, а зачем component hit? Так, я не на то нажал. Begin Overlap я хотел написать. Sorry. Я думаю, что это такое? Почему не проходит? Так, и выше его поднимем, потому что мало ли. Так, пробегаемся. Видите, уже работает. Соответственно, мы можем в Blueprint писать необходимые действия под данный объект. Если что, можно его разрушать. Ну, как бы, такой прикол. На этом все, друзья. До скорой встречи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok